Уберите, пожалуйста, сдается жилье, потому что жилье не сдается. Вы просто мне рассказываете одно, а по факту другое. И вот здесь вот тоже комплексные обеды. Этот земельный участок по улице Общинной предназначен исключительно под частный дом. Но собственники решили вести здесь бизнес. Открыли столовую и сдают жилье. Налоги не платят. Факт нарушения был выявлен во время рейдов сотрудниками управления земельного контроля. Сегодня уже с решением суда о запрете коммерческой деятельности пришли судебные приставы. Поэтому сегодня мы вас опечатаем, закрываем. Вы работать пока не будете. Пока до разбирательства в суде и с администрацией. У нас есть решение суда, мы его обязаны выполнить. Решение суда не обсуждается, а исполняется. Рекламные таблички были убраны, и столовая закрыта буквально с минуту. Такой же неприятный момент пришлось ранее пережить и хозяину гостиницы по соседству. Но в данном случае собственник признал свои ошибки и уже поменял целевое назначение участка. Платит налоги и спокойно принимает гостей. А вот эту гостиницу с двумя корпусами уже опечатывали около трех недель назад. Вы знаете, что в данном объекте находиться нельзя. Находится под запретом. Вы знаете, но я вам сообщаю, поэтому вам уже необходимо будет покинуть объект. Соберите все необходимые вещи, и мы будем опечатывать сейчас данные. Мало того, что собственник земли незаконно ведет здесь предпринимательскую деятельность, так и сам объект был построен без разрешения. Коммуникации тоже подключены нелегально. По решению суда здесь запрещено размещать людей в целях их же безопасности. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций уже не раз отрезали доступ к сетям, но собственники самовольно подключались снова. За данные правонарушения в рамках мониторинга земельных участков администрация регулярно составляет акты установленной формы, которые далее направляются в управление Росреестра для рассмотрения вопроса о привлечении данных граждан к административной ответственности. Более того, администрация также готовится иски к данным землепользователям о понуждении их к изменению вида разрешенного использования. Обратиться с заявлением и поменять вид деятельности придется и собственнику этих торговых павильонов. Они сдаются в аренду на территории частного дома. Арендаторы утверждают, они не в курсе, что торговать здесь незаконно. Всего в Сочи выявлено около 300 объектов ИЖС, где ведется незаконная торговля. На 18 собственники добровольно скорректировали документы. По остальным составлены материалы, их передают в правоохранительные органы. Больше всего нарушений в Лазаревском и Адлерском районах. И в основном летом. Это понятно, хочется заработать. Но вести бизнес законно не так-то и затратно. Налог берется в процентном соотношении от кадастровой стоимости земли. Так, на индивидуальный жилой дом ставка полпроцента. Если на территории ИЖС организована продажа товара или объект питания, то немного больше – 0,8%. Если объект становится гостиницей, то ставка вырастет до 1,2%. Такие же ставки и по расчету штрафа за нарушение правил землепользования. Причем повторные нарушения могут привести и к уголовной ответственности.